сергей неус великое в малом дух божий явно почивший на отце серафиме царовском в беседе его о цели христианской жизни с мотовиловым из воспоминаний николая мотовилова часть 2 еще ваше боголюбие должен я убогий серафим объяснить в чем состоит различие между действиями духа святаго священно тайне вселяющегося в сердца верующих в господа бога и спасителя нашей иисуса христа и действиями тьмы греховной по наущению и разжению бесовскому воровски в нас действующий дух божий вспоминает нам слависа господа нашего иисуса христа и действует едино с ним всегда торжественно радостно творя сердца наши и управляя стопы наши на путь мирен а дух лещий бесовской против на христу мудрствует и действия его в нас мятежны стропотны и исполнены похоти плотской похоти а чес и гордости житейской аминь аминь глаголю вам всяк живы и веруя в мя не умрет вовеки имеющий благодать святаго духа за правую веру во христа если бы по немощи человеческой и умер душевно от какого-либо греха то не умрет вовеки но будет воскрешен благодатью господа нашего иисуса христа в землющего грехи мира и туне дарующего благодать вас благодать про эту-то благодать явленную всему миру и роду нашему человеческому у богочеловеке и сказано в евангелии в том живот бе и живот бе свет человеком и прибавлено и свет во тьме светится и тьма его не объят это значит что благодать духа святого даруемая при крещении во имя отца и сына и святого духа несмотря на грехопадения человеческие несмотря на тьму вокруг души нашей все-таки светится сердце исконне бывшим божественным светом бесценных заслуг христовых этот свет христов при нераскаянии грешника глаголит к отцу авва отче не до конца прогневайся на нераскаянность эту а потом при обращении грешника на путь покаяния совершенно изглаживает и следы содеянных преступлений одевая бывшего преступника снова одеждой нетления сотканной из благодати духа святого о стяжании которой как о цели жизни христианской я и говорю столько времени вашему боголюбию еще скажу вам чтобы вы еще яснее поняли что разуметь под благодатью божией и как распознать ее и в чем особливо проявляется ее действие в людях ею просвещенных благодать духа святого есть свет просвещающий человека об этом говорит все священное писание так бога отец давид сказал светильник нагама моима закон твой и свет стезям моим и ащи не закон твой на учение мне был тогда оба погибл в осмирении моем то есть благодать духа святого выражающийся в законе словами заповедей господних есть светильник и свет мой и если бы не это благодать духа святого которую это тщательно и усердно стяжеваю что сеть межды на день поучаюсь о судьбах правды твоей просвещала меня во тьме забот сопряженных с великим званием моего царского сана то откуда бы я взял себе хоть искру света чтобы озарить путь свой по дороге жизни темный от небо доброжелательства недругов моих и на самом деле господь неоднократно проявлял для многих свидетелей действие благодати духа святого на тех людях которых он освещал и просвещал великими наитиями его вспомните про моисея после беседы его с богом на горе синайской люди не могли смотреть на него так сияло необыкновенным светом окружавшим лицо его он даже принужден был являться народу не иначе как под покрывалом вспомните преображение господня великий свет объял его и бы шари за его блещущие яко снег и ученица его от страха пада шаниц когда же моисей или я явились к нему в том же свете то чтобы скрыть сияние света божественной благодати ослеплявшие глаза учеников облако сказано осени их и таким-то образом благодать всесвятаго духа божия является в неизреченном свете для всех которым бог являет действие я каким же образом спросил я батюшку отца серафима узнать мне что я нахожусь в благодати духа святаго это ваше боголюбие очень просто отвечал он мне поэтому то и господь говорит вся проста суть обретающим разум да беда то вся наша в том что сами то мы не ищем этого разума божественного который не кичит ибо не от мира сего есть разум этот исполненный любовью к богу и ближнему созидает всякого человека во спасение ему про этот разум господь сказал бог хочет всем спастися и в разум истины прийти апостолом же своим про недостаток этого разума он сказал не ли неразумливей есть и не чли ли писание и притчи сия не разумеете ли опять же про этот разум в евангелии говорится про апостолов что отверз им тогда господь разум разуметь и писание находясь в этом разуме апостолы всегда видели пребывает ли дух божий в них или нет и проникнутые им и видя сопребывания с ними духа божия утвердительно говорили что дело их свято и вполне угодно господу богу этим и объясняется почему они у посланиях своих писали изволися духу святому и нам и только на этих основаниях и предлагали свои послания как истину непреложную на пользу всем верным так святые апостолы ощутительно сознавали себе присутствие духа божия так вот ваше боголюбие видите ли как это просто я отвечал все таки я не понимаю почему я могу быть твердо уверенным что я в духе божием как мне самому в себе распознавать истинное его явление батюшка отец серафим отвечал я уже ваше боголюбие сказал вам что это очень просто и подробно рассказал вам как люди бывают в духе божием и как должно разуметь его явление в нас что же вам батюшка надобно надобно сказал я чтобы я понял это хорошенько тогда отец серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне мы оба теперь батюшка в духе божием с тобою что же ты не смотришь на меня я отвечал не могу батюшка смотреть потому что из глаз ваших молнии сыпется лицо ваше сделалось светлее солнца и у меня глаза ломит от боли отец серафим сказал не устрашайтесь ваше боголюбие и вы теперь сами также светлый стали как и я сам вы сами теперь полноте духа божиего иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть и и преклонив ко мне свою голову он тихонько на ухо сказал мне благодарите же господа бога за неизреченную к вам милость его вы видели что я и не перекрестился даже а только в сердце моем мысленно помолился господу богу и внутри себя сказал господи удостой его ясно и телесными глазами видеть то сошествие духа твоего которым ты удостаиваешь рабов своих когда благоволишь являться во свете великолепной славы твоей и вот батюшка господь исполнил мгновенно смиренную просьбу у богова серафима как же нам не благодарить его за этот его неизреченный дар нам обоим это батюшка не всегда великим пустынником являет господь бог милость свою это благая божия благоволила утешить сокрушенное сердце ваше как мать чадолюбивая по предстательству самой матери божией что же батюшка не смотрите мне в глаза смотрите просто и не убоитесь господь с нами я взглянул после этих слов в лицо его и напал на меня еще больше благоговейный ужас представьте себе в середине солнца самой блистательной яркости его полуденных лучей лицо человека с вами разговаривающего вы видите движение уст его меняющиеся выражения его глаз слышите его голос чувствуете что кто-то вас руками держит за плечи но не только рук этих не видите не видите ни самих себя не фигуры его только один свет ослепительный и простирающийся далеко-далеко на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену покрывающую поляну и снежную крупу осыпающую сверху и меня и великого старца возможно ли представить себе то положение в котором я находился тогда что же вы чувствуете теперь спросил меня отец серафим необыкновенно хорошо сказал я да как же хорошо что именно я отвечал чувствую я такую тишину и мир в душе моей что никакими словами выразить не могу это ваше боголюбие сказал батюшка отец серафим тот мир про который господь сказал ученикам своим мир мой даю вам не яка же мир дает а сдаю вам ащибо от мира были бысти мир уба любил свое но яка же избрах вы от мира всего ради ненавидит вас мир а бачи дерзайте яка с победих мир вот этим-то людям ненавидимым от мира сего избранным же от господа и дает господь тот мир который вы теперь в себе чувствуете мир по слову апостольскому всяк ум преимущий таким его называет апостол потому что нельзя выразить никаким словом того благосостояния душевного которое он производит в тех людях в сердца которых его внедряет господь бог христос спаситель называет его миром от щедрот его собственных а не от мира сего ибо никакое временное земное благополучие не может дать его сердцу человеческому он свыше даруется от самого господа бога почему и называется миром божиим а что же еще вы чувствуете спросил меня отец серафим необыкновенную сладость отвечал я и он продолжал это та сладость про которую говорится в священном писании оттока дому твоего упиются и потоком сладости твоей напоишь и я вот эта та теперь сладость преисполняет сердца наши разливается по всем жилам нашим неизреченным усложнениям от этой-то сладости наши сердца как будто тают и мы оба исполнены такого блаженства какое никаким языком выражено быть не может а что ж вы еще чувствуете необыкновенную радость во всем моем сердце и батюшка отец серафим продолжал когда дух божий снисходит к человеку и осеняет его полнотою своего наития тогда душа человеческая преисполняется неизреченную радостью ибо дух божий радостворит все к чему бы он не прикоснулся это та самая радость про которую господь говорит в евангелии своем жена егда рождает скорпи мать якопри иди год я як даже родит отроче к тому же не помнит скорби за радость я к человек родися в мир в мире скорб не будете но як до узрю вы возрадуется сердце ваше и радости ваши никто же возьмет от вас но как бы ни была утешительна радость это которую вы теперь чувствуете в сердце своем все-таки она ничтожна в сравнению стою про которую сам господь устами своего апостола сказал что радости той ни ока не виде ни уха не слыша не на сердце человеку не взыдоша благая я же у готова бог любящим его предзадатки этой радости даются нам теперь и если от них так сладко хорошо и весело в душах наших то что сказать о той радости которая уготована там на небесах плачущим здесь на земле вот и вы батюшка довольно таки поплакали в жизни вашей на земле и смотрите как какую радостью утешает вас господь еще в здешней жизни теперь за нами батюшка дело чтобы труды к трудам прилагая восходить нам от силы в силу и достигнуть меры возраста исполнения христова да сбудутся на нас слова господни терпящие же господа ти изменят крепость окрилотеют якорли потекут и не утрудятся пойдут и не взалчут пойдут от силы в силу и явится им бог богов сегодня разумения и небесных видений вот тогда-то наша теперешняя радость являющаяся нам мали и вкратце явится во всей полноте своей и никто же возьмет ее от нас преисполняемых неизъяснимых пренебесных наслаждений что же вы еще чувствуете ваше боголюбие я отвечал теплоту необыкновенную как батюшка теплоту да ведь мы в лесу сидим теперь зима на дворе и под ногами снег и на нас более вершка снегу и сверху крупа падает какая же может быть тут теплота я отвечал а такая какая бывает в бане когда поддадут на каменку и когда из них столбом пар валит и запах спросил он меня такой же как из бани нет отвечал я на земле нет ничего подобного этому благоуханию когда еще при жизни матушки моей я любил танцевать ездил на балы и танцевальные вечера то матушка моя опрыснет меня бывало духами которые покупала в лучших модных магазинах казани но те духи не сдают такого благоухания и батюшка отец серафим приятно улыбнувшись сказал и сам я батюшка знаю это точно так же как и вы да нарочно спрашиваю у вас так ли вы это чувствуете сущая правда ваше боголюбие никакая приятность земного благоухания не может быть сравненно с тем благоуханием которое мы теперь ощущаем потому что нас теперь окружает благоухание святого духа божия что же земное может быть подобно ему заметьте же ваше боголюбие ведь вы сказали мне что кругом нас тепло как в бане а посмотрите-ка ведь не на вас не на мне снег не тает и под нами также стало быть теплота это не в воздухе а в нас самих она то и есть именно та самая теплота про которую дух святые словами молитвы заставляет нас вопиять господу теплотою духа святого согреймя ею-то согреваемые пустынники и пустынницы не боялись зимнего мраза будучи одеваемы как теплые шубы благодатную одежду от святого духа истканую так ведь и должно быть на самом деле потому что благодать божия должна обидать внутри нас в сердце нашем ибо господь сказал царствие божие внутрь вас есть под царствием же божием господь разумел благодать духа святого вот это царствие божие теперь внутрь нас и находится а благодать духа святого и от вне осеивает и согревает нас и преисполняя много различным благоуханием окружающий нас воздух услаждают наши чувства пренебесным услождаем напояя сердца нашей радостью не из глагола ную наше теперешнее положение есть то самое про которое апостол говорит царствие божие несть пища и питье но правда и мир одусе святе вера наша состоит не в при претельных земные премудрости словах но в явлении силы и духа вот в этом-то состоянии мы с вами теперь и находимся про это состояние именно и сказал господь вот батюшка ваше боголюбие какой неизреченной радости сподобил нас теперь господь бог а вот что значит быть в полноте духа святаго про которую святой макарий египетский пишет я сам был полноте духа святаго это это полнотою духа своего святаго и нас убогих про исполнил теперь господь но уж теперь ничего более кажется спрашивать ваше боголюбие каким образом бывают люди в благодати духа святаго будете ли вы помнить теперешнее явление неизреченной милости божией посетивший нас не знаю батюшка сказал я удостоит ли меня господь навсегда помнить так живо и явственно как теперь я чувствую эту милость божию а я мню отвечал мне отец серафим что господь поможет вам навсегда удержать это в памяти вашей ибо иначе благость его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему и не предварила бы так скоро послушать убогого серафима тем более что и не для вас одних дано вам разуметь это через вас для целого мира чтобы вы сами утвердившись деле божием и другим могли бы полезными быть что же касается до того батюшка что я монах а вы мирской человек то об этом думать нечего у бога взыскается правая вера в него и сына его единородного за это и подается обильно свыше благодать духа святаго господь ищет сердца преисполненные любовью к богу и ближнему вот престол на котором он любит восседать и на котором он является в полноте своей пренебесной славы сыне дашь мне сердце твое говорит он а все прочее я сам приложу тебе ибо в сердце человеческом может вмещаться царствие божие господь заповедует ученикам своим ищите прежде царствие божие и правда его и сия вся приложится вам весь бы отец ваш небесный я ко всех сих требуете не укоряет господь бог за пользование благами земными ибо и сам говорит что по положению нашему в жизни земной мы все сих требуем то есть всего что успокаивает на земле нашу человеческую жизнь и делает удобным и более легким путь наш к отечеству небесному на это опираясь святой апостол петр сказал что по его мнению нет ничего лучше на свете как благочестие соединенное с довольством и церковь святая молится о том чтобы это было нам даровано господом богом и хотя при скорби несчастье и разнообразные нужды и неразлучны с нашей жизнью на земле однако же господь бог не хотел и не хочет чтобы мы были только в одних скорбях и напастях почему и заповедует нам через апостолов носить тяготы друг друга и тем исполнить закон христов господь иисус лично дает нам заповедь чтобы мы любили друг друга и соутешаясь этой взаимной любовью облегчали себе прискорбный и тесный путь нашего шествования к отечеству небесному для чего же он из небес сошел к нам как не для того чтобы восприял на себя нашу нищету обогатить нас богатством благости своей и своих неизреченных щедрот ведь пришел он не для того чтобы послужили ему но да послужит сам другим и додаст душу свою за избавление многих так и вы ваше боголюбие творите и видевшие явно оказанную вам милость божию сообщайте о том всякому желающему себе спасения жатвы бы много говорит господь делать или же мало вот и нас господь бог извел на делание и дал дары благодати своей чтобы пожиная классы спасения наших ближних через ножайшее число приведенных нами в царствие божие принесли ему плоды ово 30 ово 60 ово же 100 будем же блюсти себя батюшка чтобы не быть нам осужденным с тем лукавым и ленивым рабом который закопал свой талант землю а будем стараться подражать тем благим и верным рабам господа которые принесли господину своему один вместо 24 другой вместо пяти десять о милосердии же господа бога сомневаться нечего сами ваше боголюбие видите как слова господни сказанные через пророка сбылись на нас не ос бог издалече но богу и сблизи и при устьях твоих есть спасение твое не успел я убогий перекреститься а только лишь в сердце своем пожелал чтобы господь удостоил вас видеть его благостыню во всей ее полноте какого же он немедленно и на деле исполнение моего пожелания поспешить изволил говорю я это с тем чтобы показать вам свое значение и привести вас зависть и не для того чтобы вы подумали что я монах а вы мирянин нет ваше боголюбие нет близ господь всем призывающим его воистине и несть у него зрение на лица отец бы любит сына и вся дает в руце его лишь бы только мы сами любили его отца нашего небесного истина по сыновнему господь равно слушает и монаха и мирянина простого христианина лишь бы оба были православные и оба любили бога из глубины душ своих и оба имели в него веру хотя бы я козерно горушна и оба двинут горы един движет тысячи два же тьмы сам господь говорит вся возможно верующему а батюшка святой апостол павел восклицает вся могу о укрепляющим мя христе не демнее ли еще этого господь наш иисус христос говорит о верующих него веруя мя дела не то чью я же а створю но и больше сих сотворит я каос иду к отцу моему и умолю его о вас да радость ваша исполнена будет доселе не просите ничего сожи во имя мое ныне же просите и примите так то ваша боголюбие все о чем бы вы не попросили у господа бога все восприимите лишь бы только было во славу божию или на пользу ближнего потому что и пользу ближнего он же к славе своей относит почему и говорит вся я же единому от меньших сих сотвористи мне сотвористи так не имейте никакого сомнения чтобы господь бог не исполнил ваших прошений лишь бы только они или к славе божией или к пользам и назиданию ближних относились но если вы даже и для собственной вашей нужды или пользы или выгоды вам что-либо было нужно и это даже все столь же скоро и благополучно господь бог изволит послать вам только бы в том крайняя нужда и необходимость настояла ибо любит господь любящих его благ господь всяческим щедрит же и дает и не призывающим имени его и щедроты его во всех делах его волю же боящихся его сотворит и молитву их услышит и весь совет их исполнит исполнит господь вся прошение твоя одного опасайтесь ваше боголюбие чтобы не просить у господа того в чем не будете иметь крайней нужды не откажет господь вам и в том за вашу православную веру во христа спасителя ибо не предаст господь жезла праведных на жребий грешных и волю раба своего давида сотворит неукоснительно однако взыщет с него зачем он тревожил его без особой нужды просил у него того без чего мог бы весьма удобно обойтись так то ваше боголюбие все я вам сказал теперь и на деле показал что господь и божья матерь через меня убогого серафима вам сказать и показать соблаговолели грядите же с миром господь и божья матерь с вами да будут всегда ныне и присно и во веки веков аминь грядите же с миром и во все время беседы этой с того самого времени как лицо отца серафима просветилась видение это не переставало и все сначала рассказа и доселе сказанное говорила мне находясь в одном и том же положении исходившая же от него неизреченное блистание света видел я сам своими собственными глазами что готов подтвердить и присягаю на этом месте заканчивается мотовиловская рукопись глубину значения этого акта торжества православия не моему перу стать выяснять и подчеркивать да он и не требует свидетельства о себе ибо сам о себе свидетельствует с такой несокрушимой силой что его значение не умолить суисловия мира сего но если бы кто мог видеть в каком виде достались мне бумаги мотовилова хранившие в своих тайниках это драгоценное свидетельство богоугодного жития святого старца пыль галочи и голубиные перья птичий помет обрывки совсем не интересных счетов бухгалтерские сельскохозяйственные выписки копии спрошений письма сторонников лиц все в одной кучу перемешку одно с другим и все весу 4 пуда 25 фунтов все бумаги ветхие исписанные беглым и до такой степени неразборчивым почерком что я просто в ужас пришел где тут разобраться разбирая этот хаос натыкаясь на всевозможные препятствия особенно почерк был для меня камнем преткновения я помню чуть не поддался отчаянию а тут среди всей этой макулатуры нет нет блеснет искоркой в отме с трудом разобранная фраза батюшка отец серафим говорил мне что говорил что скрывают себе эти неразгаданные иероглифы я приходил в отчаяния помню под вечер целого дня упорного и бессводного труда я не вытерпел и взмолился батюшка серафим неужели же для того только ты дал мне возможность получить рукописи твоего служки из такой дали как дивеев чтобы не разобранными возвратить их забвению от души должно быть было мое восклицание на утро взявшись за разбор бумаг я сразу нашел эту рукопись и тут же получил способность разбирать мотовиловский почерк не трудно представить себе мою радость и как знаменательными мне показались слова этой рукописи а я мню отвечал мне отец серафим что господь поможет вам навсегда удержать это в памяти ибо иначе благость его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему и не предварила бы так скоро послушать убогого серафима тем более что и не для вас одних дано вам разуметь это а через вас для целого мира 70 долгих лет лежало это сокровище под спудом на чердаках среди разного забытого хлама надо же было ему попасть в печать да еще когда перед самым прославлением святых мощей того кого православная церковь начинает просить преподобный отче серафиме моли бога о нас 19 мая 1903 года послесловие первое появление в печати рукописи николая мотовилова о заглавленной мною дух божий явно почивший на отце серафиме саровском в беседе его о цели христианской жизни с сибирским помещиком и совестным судьей николаем александровичем мотовиловым вызвало к великому для меня прискорбию и вместе в обличении духа времени много недоуменных толков даже в той среде которая по благодати учительства должна была казалось бы стоять во главе угла православной церкви осуетившееся человеческое сердце по всем признакам не могло уместить в себе во всей полноте того откровения которое заключали в себе драгоценные слова рукописного свидетельства преподобного серафима и отказывалась принять и верить возможности проявления действия наития святаго духа божия во всей полноте очевидности в смертном человеке вы с мотовиловым проповедуете что-то вроде того сектанства лобзина которая процветала в известный период царствования александра первого когда тоже благодать духа святаго хотели видеть только в очевидных ее проявлениях в теплоте свете и благоухание отсюда недалеко и до прелести такие речи пришлось мне слышать вскоре после появления рукописи мотовилова печати прошу простить меня всех православных которых мой малый труд с писателя мог повергнуть соблазнительное недоумение но вина самое только в том что я не с достаточной силой подчеркнул что чувственное проявление благодати святаго духа почившего на преподобном серафиме были даны просветленному зрению мотовилова лишь по молитве старца и по молитве же святого старца как явление это так и бога вдохновенно эта беседа сохранена памятью мотовилова не для него одного а через него для всего мира нет и не может быть ничего общего между самочинным сектантом лобзиным и мотовиловым всю свою жизнь находившимся в общении под руководством старцев из которых один святой церковью прославлен как угодник божий и преподобный а другой антоний воронежский таковым смиренно почитается всеми православно верующими сердцами первый можно сказать основной признак сектанства и прелести есть самочиния а этот то именно признак и отсутствует в данном случае но обратимся лучше по этому поводу к свидетельству самой церкви в лице удостоверения ее преподобных вот что свидетельствует преподобный фиагност хотя ты постоянно пребывая в чистой молитве невещественно соединяющий с богом невещественный ум и сподобился увидеть как в зеркале ожидающие тебя блаженное состояние по окончанию здешней жизни сподобился этого как приявший обручение духа и стяжавшие небесное царство внутри себя яснейшим и определеннейшим очищением души но не потерпи разрешиться от плоти не предварительным известием о наступающей смерти молись прилежно об этом и будь благонадежен что получишь это известие когда приблизится кончина твоя если то полезно по содержанию этих слов преподобного фиагноста святитель игнатий брянчанинов своем слове о смерти рассуждает так ощущение духовное о котором говорит преподобный фиагност называется очень справедливо в отеческих писаниях известного неем по свойству решительной достоверности оно производится наитием божественной благодати приемлющий в отеческие духовные объятия кающегося и недоумывающего грешника оно является в душе неожиданно как новая жизнь о которой человек до сили не мог составить себе никакого понятия она освобождает душу от насилия лукавых духов и страстей изменяет всего человека соединяет его с богом влечет всего человека в ту чудную молитву которую провозглашает к богу из человека дух божий вся кости такого человека рекут неизреченным духовным благодарением и словословием господи господи кто подобен тебе ты избавляяй нища из руки креплющих его и нища и убога от расхищающих его душа такого человека возрадуется о господи возвеселиться о спасении его духовное ощущение это столь сильно что наполнил собой у человека отъемлет у него сочувствие ко всем другим предметам короче сказать оно есть во дворение в душе царствие божие стяжавшие это ощущение к тому не себе живет но богу у подвергшихся самообольщению и бесовские прелести бывают мнение такого ощущения и отличаются от благодатного по противоположным ему плодам и тогда не будем более смущены в сердце наше мы будем под руководством из-за молитвы старцев наших наших духовных отцов стяжевать благодать духа святаго и в тех ему одному доведомых мира в которых ему благоугодно будет снизойти на нас грешных необходимо надо помнить что та мера наития святаго духа о которой ведется речь преподобного серафима и который изображается великим его послушником николаем мотовиловым по выражению самого преподобного не всегда и великим пустынником подается господнюю милостью о торжество нашей веры но то ли еще ожидает ее когда исполнятся времена и сроки эй гряди господи иисусе вспомним святого дионисия ариопагита который в письме своем к монаху демофилу поведал об ученике святого апостола павла блаженном карпе мужа великом в добродетелях и по причине чистоты ума его очень способным к боговидению карп был в таком духовном преуспеянии что никогда не начинал божественной литургии прежде нежели благодать святого духа явно не осенит его слово о смерти епископа игнатия бренчанинова